Девушки отдыхают Сейчас скандал будет Это еще кто такие? Патриоты Седьмую чарку пьют за Тимерию У них уже кулаки чешутся Ильгарцев я тут не вижу Они врага найдут Куплю сейчас провизии и поедем Геральт Давай не вмешиваться Хоть в этот раз Что случилось со щитом? Сняла Может еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут Тимерский герб вешать Они придут и корчму спалят Так может правду люди говорят Что ты шлюха, Нильфгардская Я твои слова забуду Тебе скорбь сердце гложет Дренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили Вытащили на двор перед монастырем Как собаку Сказали в Нильфгарде Нет места предрассудкам Что они гнева божьего не боятся А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала Дитё бы у тебя в пуповине задохнулось Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Оставь Вы знаете этот медальон, люди Знаете, что он означает Отойдите Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все Мы никуда не пойдем И вы тоже Они уже не отступят Вижу Ничего, все кончилось Оставь меня Не подходи Лицо-то у него Блоги Уходите И не возвращайтесь Ну вот и все невмешательство Пойдем Не мы это начали Сплошные отговорки Ты как всегда Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак Я знала, что это ты Что ты ищешь меня Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь Но ты же знаешь Я никогда не отличалась терпением Рада тебя видеть, Гераль Я бы тебя обняла Только ты весь в крови Прости, я не надеялся тебя встретить Сказать по правде Я иначе представлял себе нашу встречу Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта Йеннифер, не пойми меня неправильно Я тоже рад тебя видеть Но мне кажется, ты должна нам объяснить Я объясню Но вы зиме Седлайте коней Последние шесть месяцев я провел в седле Я не видел тебя два года Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно Кое-кто ждет тебя, Гераль Тот, кто ждать не любит Император Эмгир Бар Эмрейс Для друзей Белое пламя, пляшущее на курганах врагов Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить А теперь он хочет сделать тебе предложение Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась Хотя могла бы Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью И еще меньше людей Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь А ты? А я поеду в другую сторону Сдается мне, что Император приглашает только тебя Кроме того, у меня есть чем заняться Каэр Морхен, помнишь? Помню Спасибо за помощь И до свидания У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены Так быстро, как только возможно Каэр Морхен Знаешь, ты мне недавно снилась Насколько я тебя знаю, сон был неприличный Только сначала А потом А потом Штайте А потом Горы Горы Красный А потом А там Ах А Что А А Вот А А ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поговорим об этом завтра. Хорошо. После аудиенции. В поисках Йеннипер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Субтитры делал DimaTorzok Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно не слишком длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот держат. Куда? На этот стул. Хладвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильгарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись пши. Я долго был в дороге. Не важно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство. Не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морворон Воргис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Хм, наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром Синих Полосок и... Убийцей Нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Хм, если что, побреем еще раз. Затем. Бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего? Поскольку сильные мира сего заточили Трис Миригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу де Тансервиль на куски. Да, она моя давняя знакомая. Настолько давняя и дальняя, что мне было ее не жаль. И настолько близкая, что я знаю, что она заслужила такую смерть. Считает, будто он единственный знает, что хорошо и что плохо, и что это дает ему право вершить правосудие. Так описал тебя твой товарищ Лето из Гулеты. Весьма точно. Мой товарищ, ваш агент. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он. А если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Чёрный, чёрный и чёрный. Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Может, для вашей милости это новость, но повязанное на бёдрах полотенце не является одеждой, подходящей для аудиенции. Прошу... Чёрный, к лицу, ваша милость. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стёганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. Ваша милость и достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Я не невежа, кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарём поклониться, но не императору Нильгарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснётся груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением не достаёт плавности и грации, от Норблинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К императору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу, ваша милость в настроении. То есть император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Поклон! Император. Император. Арэр аэпто орде. Эвэлен наман вадгерн. Ва борт. Столько месяцев при дворе Фолькерста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен, Цири уехала очень далеко? Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестаптен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, вы меня не поняли? Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушения этикета на один день. Спокойно. Простите. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эреван Второй, меня Селандер. Я, Аннея. Расследен. Я не знаю, что я не знаю. СССР. Я не знаю. Я не знаю. Все. Я не знаю. Я. Я не знаю. Нет. Я. Это я. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами.